Растет урожай, растут и объемы промышленного производства в регионе. С начала года товаров и услуг реализовано на 6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Губернатор Александр Михайлов призвал промышленников сохранять динамику и в будущем. На совещании по итогам работы отрасли за 6 месяцев глава региона поставил задачу до конца года привлечь в реальный сектор экономики в общей сложности не менее 74 миллиардов рублей инвестиций. Создать порядка двух с половиной тысяч новых высокопроизводительных мест. Из них каждое четвертое в промышленности. Полтора раза увеличили объем выпускаемой продукции, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. На треть больше выполнили работ в строительном комплексе. Расширяются и рынки сбыта. Курские производители экспортируют свои товары в 65 стран. На особом контроле реализация политики импортозамещения. Если мы претендуем на, как государство, на экономику самодостаточную, независимую, то наша задача будет и должна сводиться к тому, что мы должны освоить у себя тот продукт, который имеет стабильный и востребованный рынок сбыта, внутренний рынок сбыта. Фармстандарт лексредства, где прошла практическая часть совещания, выпускает около 40 наименований импортозамещающих препаратов. Это 10% от общего количества. Сейчас идет модернизация участка по производству дозированных противоастоматических аэрозолей и спреев. Это позволит дальнейшим выпускать их независимо от зарубежных партнеров. В этом году мы планируем где-то порядка 800 с лишним миллионов рублей вложить в развитие предприятия. Из них вот этот участок, он стоит 670 миллионов рублей. Кстати, аналога такого производства в России пока нет. Нужно воссоздавать именно промышленность производства субстанций. Это незначительные объемы и для химической промышленности они не очень выгодны, но без этого не может быть развитие лекарственных средств. В первом полугодии индекс промышленного производства в среднем по региону составил 101,6%. По стране 97%. То, что у нас показатель все-таки сегодня намного выше и общероссийского, и среднего по ЦФО, ну, наверное, говорит о том, что в целом-то мы на правильном пути. Другое дело, что пока еще очень много проблем. Ну, это вот как раз задачи, которые мы будем решать в дальнейшем. Поддерживая то, что вот сложилось уже достаточно неплохо. И второе, стараться помочь, поддержать тех, кто сегодня находится в очень сложном положении. В перспективе создания в регионе кластеров и индустриальных парков. Это поможет объединить отраслевые ресурсы. В числе ключевых задач остаются также модернизация и расширение производства конкурентоспособной продукции.